Ростов сегодня это заседание Оперштаба по борьбе с коронавирусом, где обсуждалась необходимость введения новых ограничений в крайне тяжелой эпид-ситуации. Это рост числа жертв взрыва на химкомбинате и задержания грабителей, срывавших украшения с прохожих. А также глобальный план оздоровления реки Дон до 30-го года, на который выделяется больше 100 миллиардов рублей. Ростов сегодня это поход на Старый базар за ягоды, названный в честь голубей, и встреча в аэропорту Ларисы Коробейниковой, раперистки, наколовшие золото и бронзу Олимпиады. А еще это победа гонбольной сборной России, невыход в зенит футбольного Ростова и возвращение жары под 40 на первом ростовском информационной программе «Ростов сегодня». Ее ведущие Рубен Данов и Алина Николаева. Здравствуйте. Если за 2-3 недели не удастся переломить тенденцию роста заболеваемости ковид среди детей, придется ставить вопрос о переводе школьников и студентов на дистанционное обучение. Об этом заявил сегодня главный санитарный врач на заседании Оперштаба по борьбе с коронавирусом. Эпидситуацию он называет крайне тяжелой и считает необходимым ввести новые ограничения. О возможных ограничениях говорили на прошлом заседании штаба. Ужесточить условия работы торговых центров, бассейнов и аквапарков. Число зрителей в кинотеатрах может быть сокращено до четверти вместимости зала. Также, по мнению главного санитарного врача, посадку на рейсовые межгородские автобусы пора сделать по сертификатам вакцинации или ПЦР-тестам. И также заселять студентов в общежития. Именно студенты и учащиеся, по словам Евгения Ковалёва, прививаются реже других возрастных групп. А это прямой путь к дистанционному обучению. При этом ничего нового в глобальных подходах по борьбе с COVID-19 нет. Надо всем миром, совместным органам власти, населению, предпринимательскому сообществу четко выполнять все ограничительные мероприятия и максимально увеличивать количество привитых для создания устойчивого коллективного иммунитета. Бурный рост заболеваемости вызывает более заразный индийский штамм. Именно он сейчас активно циркулирует в нашем регионе. Так что стоит конкретная задача. К 1 сентября привитят коронавируса 60% взрослого населения региона, а к 1 ноября – 80%. На сегодня привиты только 55% от плана, который должен быть выполнен к сентябрю. По словам министра здравоохранения, сохраняется напряженная ситуация с кадрами. А вот общий фонд ковидных госпиталей на сегодня больше 4200 коек. И загруженность его порядка 90%. В последнее время эти мощности в Ростове пришлось увеличить до максимума. С 1 августа принимают пациентов в моногоспиталь на базе областной клинической больницы ФМБА на 120 коек. По-прежнему вакцинация остается на просто постоянном сопровождении и контроле. Пока мы не достигнем запланированного результата, не начнем, не увидим изменения к лучшему. Коллеги, мы с вами нормализовать жизнь не сможем. Она будет все равно проходить с ограничениями. Ужесточить контроль за соблюдением людьми, организациями ограничительных мер в соответствии с законом и принятыми решениями. По словам губернатора, ограничения будут ужесточены в ближайшие дни. Если за две ближайшие недели эпидситуация не улучшится, возможно даже введение локдауна по всей области или в отдельных городах, районах. А учебный год может начаться в особом режиме – на дистанционке. Елена Доронина, Виталий Ступаков, 1-й Ростовский. Вакцинация в кадре и за кадром. Те, кто рассказывает о ходе прививочной кампании, тоже в ней участвуют непосредственно. С закатанными рукавами и уколами. Сегодня в нашей телестудии побывали врачи с холодильником для хранения вакцин. Нам, коллективу 1-го Ростовского, поставили вторую прививку спутника ВИ. Наши съемочные группы не просто снимают сюжеты о вакцинации, но и сами проходят через эту процедуру. Сегодня корреспонденты, операторы, продюсеры и другие сотрудники телеканала 1-й Ростовский ставят вторую прививку. Мотивы у всех абсолютно разные, но цель одна – как можно скорее создать коллективный иммунитет. Телевизионщики не сидят на месте. Мы постоянно куда-то выезжаем и что-то снимаем. Каждый день знакомимся с новыми людьми. А потому вероятность подцепить коронавирус и распространить его заметно выше, чем у обычного офисного сотрудника. Я решила сделать прививку, потому что мы очень много общаемся с родными людьми. И в том числе бываем в медицинских учреждениях. И чтобы обезопасить себя, я решила делать эту прививку. Коллектив 1-го Ростовского привился самой распространенной и популярной вакциной – спутником ВИИ. Как себя чувствуете после 1-й? После 1-й у меня просто тянула мышца во время ковида. Вот тот же самый симптом. Симптоматику коронавируса Юлия Карасюк знает не по информации на сайтах. Переболела в декабре. Из неприятных последствий до сих пор – изменение вкуса некоторых продуктов. На самом деле страшно, когда ты понимаешь, что твои знакомые, достаточно молодые люди, до 40 лет, лежат в больницах с поражением легких 50-60%. Кто-то умирает, человек сгорает за 2 недели буквально. Вакцина – главное орудие в борьбе с ковидом. Как и после любой прививки, могут возникнуть побочные эффекты. Боль в мышцах и суставах, температура, озноб, слабость, аллергические реакции в месте укола. Обычно это случается на первые-вторые сутки после вакцинации. Если поднимется температура, принимает жаропонижающее. Если какая-то аллергическая реакция, зуд, покраснение, место инъекции, против аллергии препарат. Если поднимается очень высокая температура, необходимо обратиться к врачу. Либо вызывать скорую помощь, конечно. 39, 39 и выше не сбивается эта температура, обращается в медицинское учреждение. Врачи говорят, от создания коллективного иммунитета напрямую зависит, как скоро мы сможем вернуться к нормальной жизни без ограничений. Елена Доронина, Тагир Фатахов, Первый Ростовский. Вакцинация идет довольно активно, но пока числа привитых недостаточно для коллективного иммунитета. Рост суточного числа заражений в Ростовской области продолжается и заметный. В воскресной статистике их было 429, сегодня 438, 172 – случая в Ростове. Растет и число умерших – 19 человек от 50 лет и старше. Привились от коронавируса 1,116 жителей региона. В целом по стране заболевших 23,5 тысячи. 785 человек умерли, 15 тысяч выздоровели. Жертв взрыва на химкомбинате в Каменске-Шахтинском стало больше. Последствия ЧП в сегодняшней сводке Ростовского городового. Также Анастасия Фериченкова расскажет о уличных грабителях, срывавших украшения с прохожих, и смертельном ДТП из-за не вовремя нажатой педали тормоза. Ростовский городовой. На страже информации о самом заметном хронике происшествия расскажу прямо сейчас. Здравствуйте. Еще двое рабочих химкомбината Каменский умерли сегодня в больнице. Таким образом, число жертв взрыва выросло до шести. Врачи борются за жизнь последнего из пострадавших, 33-летнего мужчины. Напомню, вечером 29 июля на химическом комбинате в Каменске-Шахтинском произошла авария с возгоранием. Огонь удалось быстро потушить, вредных выбросов в атмосферу не было. Но находившиеся в это время в помещении семеро сотрудников получили очень сильные ожоги и были госпитализированы. Один скончался в тот же день, трое вчера и вот еще двое. Обстоятельства аварии расследует оперативная группа Минпромторга России. Сорвал цепочку с шеи прохожей и убежал. Такую картину засняли камеры наблюдения. На кадрах видно, как средь бела дня молодой человек в медицинской маске проходит мимо ничего не подозревающей женщины и, поравнявшись с ней, резко срывает украшения. Женщина тут же отправилась в полицию советского района. Там сработали оперативно и задержали двух подозреваемых. 27-летние мужчины оказались ранее судимыми за кражи и незаконное хранение наркотиков. И вот пошли дальше на грабеж. Попавшая на кадры золотая цепочка потянулась дальше и вывела к пяти аналогичным эпизодам. Злоумышленники действовали по отработанной схеме. Один из них караулил жертву и подбирал момент, когда она останется одна. А затем подавал сигнал подельнику, который подбегал и срывал украшения. Затем оба фигуранта погибали в место преступления разными маршрутами. Украшения несли в ломбард, деньги делили пополам. Наворовать успели на 200 тысяч рублей. И возможный срок до 7 лет колонии по статье «Грабеж». Необъяснимы маневры, неисправные подушки безопасности привели к гибели виновника аварии. ДТП случилось на трассе М4 Дон в Каменском районе. 61-летний житель Белоруссии ехал в сторону Москвы на Ауди. Начал перестраиваться на правую полосу и почему-то резко сбавил скорость. Так что водитель, ехавшего в этот момент по правой полосе КамАЗа с прицепом, не успел затормозить и догнал Ауди. Подушки безопасности в легковушке не сработали, водитель погиб на месте, а пассажир его не пострадал. А на трассе Р-271 пострадали дети из-за того, что водитель уснул за рулем. Он приехал в наш регион из Дагестана. Без управления машина съехала в кювет и перевернулась. Пострадали все четыре пассажирки Лады. Женщины 31 года и 32 лет, а также девочки 5 и 8 лет. На этом у меня все. Коллеги, вам слово. 105,5 миллиардов рублей. Такое финансирование предполагает план по оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса «Рики Дон». Михаил Мишустин утвердил дорожную карту до 2030 года. В этом важнейшем проекте участвуют 15 регионов, но основные работы будут у нас на Нижнем Дону. На совещании в областном правительстве обсудили утвержденный план и не исключают, что финансирование по некоторым пунктам будет увеличено. Недостаточный приток воды в Цемлянское водохранилище и Нижний Дон – проблема актуальная не первый год. При этом потребление воды не уменьшается. Тут и сельское хозяйство, и предприятия энергетики, и, конечно, водоснабжение жилых домов. Маловодность бьет и по рыболовству. Теперь, после утверждения федерального плана оздоровления Дона, ситуация должна измениться максимум до 2030 года. По направлениям, это, конечно, наибольшая сумма – это реконструкция очистных сооружений, строительство новых очистных сооружений. Это порядка более 40 миллиардов рублей. Большое внимание уделяется расчистке русел рек. Расчистить нужно будет 32 водных объекта. А еще в плане капремонт плотин и других гидротехнических сооружений, в том числе в Боковском, Советском, Кашарском, Красносулинском районах. На эти работы выделено больше 2 миллиардов рублей. Конечно, это строительство Багаевского гидроусла – 29 миллиардов рублей, которое планируется завершить в 2024 году. Уделяется большое внимание сохранению биоразнообразия в реке Дон. Будут модернизированы Цемлянский, Донской и Оксайско-Донской рыбоводные заводы, Центр аквакультуры «Взморья». В три этапа реконструируют Донской магистральный канал. Полностью работы должны быть завершены в 2030 году. План к поздоровлению реки Дон, как говорят в областном правительстве, – это живой организм. Так что сумма финансирования еще не окончательная. И после дополнительных изысканий возможно ее увеличение. Галина Белоусова, Первый Ростовский. Ростовская область лидирует по числу предложений в народную программу «Единой России». Такие предложения можно передать онлайн через сайт партии или с помощью мобильного приложения «Вверх». Планируется провести 8 стратегических сессий для обсуждения социально значимых вопросов. И первая прошла сегодня. А еще сегодня начал работать штаб общественной поддержки партии – открытая площадка для выработки общественно значимых инициатив. Современное доступное здравоохранение – приоритет народной программы. Стратегическую сессию под таким названием провели в ростовском штабе общественной поддержки партии «Единая Россия». Открытая площадка штаба позволяет обменяться мнениями, собрать предложения и выработать общественно значимые инициативы. В форматах круглых столов, вебинаров и культурно-досуговых мероприятий здесь поднимают актуальные проблемы и находят решения. Очень важно услышать мнения людей, живущих в Ростовской области, активных общественных деятелей, которые общаются с некоммерческими организациями, являются представителями различных сообществ гражданского общества, для того, чтобы суметь обобщить эти предложения, для того, чтобы выработать инициативы. Эти инициативы единороссы будут учитывать в своей работе. Партия собирает предложения в народную программу. Их можно передать онлайн через сайт «Народная программа Единой России» или через мобильное приложение «Вверх». В последние дни активны и другие партии. Областное отделение КПРФ провело второй этап отчетно-выборной конференции по выдвижению списка кандидатов в депутаты собраний депутатов городских и сельских поселений в 20 районах области. Свою конференцию по выдвижению кандидатов в депутаты для 32 районов провело региональное отделение Социалистической партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду». В региональном отделении партии «Новые люди» прошло собрание по выдвижению списка кандидатов в депутаты собраний депутатов в 9 районах. Свои списки кандидатов в депутаты собраний для 14 районов рассмотрели на пленуме Комитета партии «Коммунисты России». А в штабе ЛДПР прошло заседание Координационного совета регионального отделения партии, на котором избран координатор отделения и довыдвинуты кандидаты на муниципальные выборы. Галина Белоусова, Тагир Фатахов, Перворостовский. Вот так просыпаешься однажды рядом с любимой женщиной, а она окаменела, ну или побронзовела. В общем, превратилась в статую. Такую картину в парке Горького заметила через интернет Екатерина Лободина, готова показать, что еще удивило и повеселило ростовчан в сети. Еще ростовчане обсуждали хамское поведение свадебного кортежа на Шолохово, Тамару, которая вечно возвращается домой не туда. И побеленные пеньки во дворе. Подробности сейчас расскажу. Вот такой веселый свадебный кортеж заметили водители на Шолохово. Только веселым он был исключительно для участников торжества. Остальные неадекватное поведение на дороге осудили. Очевидцы написали. Эти товарищи перегородили движение машинами на аварийках, чтобы никто не мог обогнать. И стреляли в воздух. На видео только небольшая часть их поездки. И вот такой комментарий. Звонок в 112 решил бы проблему очень быстро. Я бы лично за ними ехал, снимал на видео и диктовал координаты полицейским. Там очень много серьезных нарушений ПДД. Когда хочется немного тепла, любви и ласки. А главное, чтобы никто не пилил. Милую картину заметили на обходе в парк Горького. Мужчина приобнял статую ростовчанки и уснул на ее плече. Некоторые комментаторы позавидовали. Он нашел свой идеал. Сколько сказано этим. Как же мужику хочется покоя и любви. А другие посоветовали завести котика и не обтирать бронзовые скульптуры. Тамара, твоя квартира этажом выше. Такой указатель можно увидеть на двери квартиры многоэтажки. Видимо, соседка сверху постоянно взбивается со счета и приходит не к себе домой. Что явно не радует хозяев. Пользователи поддержали автора объявления. Тамара, ну в самом деле, сколько уже можно? Других Тамара заинтересовала как личность. А ее фотографию можно? Если хороша, то можно и адрес. Так что не исключено, что скоро на двери появятся новые объявления и указатели. Для чего белили пни? От какой-то болезни? Таким вопросом задался автор этого поста. И тут же получил в ответ суровое недовольство. Да что же вы все брюзжите? А просто жить не пробовали? Может быть, пеньки побелили, чтобы ночью никто не споткнулся, налетев на них. Или просто для красоты. Другие стали оправдывать автора. А может быть, лучше было бы их выкорчевать, а не красить. Вот вам и безопасность. Жителям Левенцовки бы такую проблему, как крашеные пни. Но у них напасть посерьезнее. Пауки-каракурты. Жителей Западного такими не удивишь. Но этим летом их в разы больше. Как уверяют очевидцы, селятся они даже в подъездах. Хотя обычная среда обитания – степи, овраги, свалки и заросшие дачные участки. По словам ученых, каракурты очень опасны. Однако первыми никогда не нападают. Если же пауку кусил, надо срочно обращаться в больницу. Что и сделал один из комментаторов. Меня такой кусал. Три дня в больнице под капельницами. Жаль, человеком-пауком так и не стал. Это весь мой улов интернет-новостей на сегодня. Коллеги, передаю слово. Спасибо, Катя. Продолжаем выпуск. Ростов сегодня – это поход на старый базар за ягодой, названной в честь голубей. И встреча в аэропорту Ларисы Коробейниковой – раперистки, наколовшие золото и бронзу Олимпиады. А еще это победа гандбольной сборной России, не выход в зенит футбольного Ростова и возвращение жары под 40. Эту ягоду назвали в честь голубей. Дело в том, что они ее совершенно не едят, а значит нам, людям, больше достанется. Есть еще предположение, что голубика названа в честь своего цвета. Но это вряд ли, ведь тогда клубника должна быть красникой, а крыжовник – зеленикой. Ну а все остальное о голубике расскажет только что побывавший на старом базаре Марина Черных. Эту ягоду называют пищей для мозга. Стоит съедать стакан голубики в день и, считайте, вам обеспечены прекрасная память, отличное зрение и умственная работоспособность. По крайней мере, в этом уверяют ученые. А если учесть, что это еще и очень вкусно. В Америке это одна из самых популярных ягод. Там ее выращивают в промышленных масштабах. Как, впрочем, уже и у нас в США и Канаде даже проводят голубичные фестивали. Причем штук 20 за год. В эти дни города окрашиваются в чернично-голубые цвета. Дома, на кухне и в кафе эта ягода идет вовсю. От традиционных кексов до пиццы и пива. У нас ягода не так популярна. Может, потому что не столь уж и дешевая? Сейчас голубика на рынке доходит до 800 рублей за килограмм. Но это потому, что пора ее только началась. Когда ее повезут уже массово, а это середина августа-сентябрь, цена пойдет на спад. Продавцы ожидают опуститься рублей до 500 за килограмм или 150 рублей за стаканчик. Но не больше ягода. Это дорогая, привозная, в сборке тяжелая. Дешевле точно не будет. Но хоть голубика ягода не дешевая, свои почитатели у нее есть. Привозят с Архангельска, в Белоруссию чуть попозже повезут, с Краснодарского края. У нас варенье с ними не варят, конечно. В основном в свежем виде. Замораживают еще. Берут ее хорошо, потому что очень вкусная, полезная. Самая большая и общеизвестная польза голубики для зрения. Чтобы лучше видеть, английские летчики во время войны активно ели голубичное варенье. Кроме того, эта ягода укрепляет стенки сосудов, снижает уровень сахара в крови, считается отличным противовоспалительным. И еще много чего дает полезного. А у желающих похудеть отбирает в 100 граммах. Голубики всего 39 килокалорий. В то же время с одним стаканом вы получите 4 грамма клетчатки и 25% суточной дозы витаминов группы С. А еще голубика враг старения, так как обогащает нас антиоксидантами. Говорят, что горсть этой чудо-ягоды заменяет 5 морковок, яблок или такую же порцию капусты брокколи. А это хороший запас на зиму. Коллеги. Спасибо, Марина. Переходим к спорту. Гонбольная сборная России, провалившая старт Олимпиады, вышла на свой нормальный уровень. Вяхерева и компания на групповой стадии выдали 3 победы подряд и вышли из группы со второго места. Насколько это хорошо, расскажет наш гонбольно-футбольный корреспондент Лев Клинов. Да, друзья, сквозь беспрерывный поток соревнований в Олимпийском Токио пробивается чемпионат России по футболу. Такой матч, как Ростов-Зенит, способен конкурировать со спортивной гимнастикой, фехтованием и так далее. Но все-таки Олимпиада по статусу ни с чем не сравнима, так что с нее и начнем. При выходе из группы второе место, конечно, не первое, но потому, как складывался гонбольный турнир в начале и второго достаточно. Ведь так мы избежали встречи до полуфинала с сильнейшими командами Норвегии и Нидерландов. Провальный старт практически выправлен. Сборная России по гонболу вышла в плей-офф олимпийского турнира со второго места в группе, уступив лидерство только сборной Швеции. То, и что нас во втором туре разгромило. Дальше Вяхерева и Компания не дают усомниться в классе олимпийских чемпионок. После уверенной победы над Венгрией наши девушки вырвали победу Франции 28-27 и вот сегодня довольно спокойно победили Испанию 34-31. Стартовый состав напомнил основу Ростов-Дона, Моногарова, Вяхерева, Макеева, Бобровникова, Кузнецова плюс Дмитриева и Седойкина в воротах. И начали россиянки мощно, команда полетела и к середине тайма появилось преимущество в три мяча. А потом Ксения Макеева, которая шикарно играла в первом тайме и забросила четыре мяча, и Юлия Моногарова довели разницу до шести. Но тут тренер сменил сразу всю первую шестерку и преимущество растаяло к перерыву до одного мяча. По этому поводу президент Федерации гандбола Шишкарев после матча высказался жестко. Тренер загубил игру и получит по мозгам. Были допущены ошибки, близкие к фатальным. Но еще интереснее объяснение Алексея Алексеева, такая замена получилась случайно. После чего в начале второго тайма россиянки даже ушли в минус один. Но первая шестерка снова полетела и все решил рывок 8-1. Отличилась точным броском через всю площадку даже вратарь Виктория Калинина. Эта победа избавила нас от встречи в четвертьфинале с Норвегией или Нидерландами. А играем в среду с Черногорией. Гандболисткам еще надеемся играть и играть, а первый донской олимпийский чемпион Токио уже вернулся домой. Точнее чемпионка Лариса Коробейникова привезла даже две медали – командное золото и личную бронзу. А личных наград в донском фехтовании вообще не было в истории. На фехтовавшую на золото и бронзу Олимпиады Ларису Коробейникову в ростовском аэропорту встретили болельщики. Казаки и мексиканский ансамбль – такой вот неожиданный элемент экзотики. У фехтовальных дорожек зрителей не было, так что аплодисменты победе, можно сказать, сдвинулись в пространстве. У 34-летней рэперистки, а тут о возрасте сказать стоит масса титулов. Лариса Коробейникова – трехкратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, серебряный призер Олимпиады, наконец. Но все это в команде. И вот ликвидированы все пробелы. Есть личная олимпийская медаль и звание олимпийская чемпионка. До сих пор, мне кажется, я не верю, что моя мечта детская, она исполнилась и я стала олимпийской чемпионкой. Но это у меня первый раз, такие ощущения, такое счастье, я очень рада. В финале командного турнира россиянки уверенно перекололи наследниц мушкетеров. Счет боя с француженками 45-34. В команде бились Лариса Коробейникова, Инна Дереглазова и Марта Мартьянова. Ну а в личном первенстве ростовчанка стала бронзовым призером, уступив только будущей чемпионке-американке Кифер, сборную которой, кстати, наши девушки победили в полуфинале. Я очень-очень рада, что Лариса выиграла. Мало того, что она выиграла в команде, она завоевала впервые в Ростовской области в виде спорта фехтования личную медаль для фехтования. То есть это здорово на самом деле. И я такую мечту, конечно, имею, что она все-таки еще на одну Олимпиаду потянет. Вернувшись домой, Лариса, по ее словам, первым делом хочет отдохнуть и восстановить силы. Понятие чисто мужская или чисто женская профессия все больше нивелируется. Всероссийский опрос «Хотели бы вы поработать по специальности противоположного пола» показывает, каждая 11-я россиянка готова попробовать себя в роли пилота. 7% не против водительской карьеры. Половина мужчин такие игры играть вообще не желает. А 4% опрошенных хотели бы стоять у плиты, как повара или кондитеры. 3% готовы быть продавцом. 2% могли бы попробовать силы в качестве бухгалтера, водителя, трамвая, швеи и парикмахера. Ну а что говорят по этому поводу ростовчане, давайте послушаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тоже работает. Поэтому такой вопрос, я думаю, в принципе не должен стоять. Каждый человек должен сам определять, где он хочет работать, а государство должно давать возможность. Строитель, например, может? Огрыбки. Можно. А еще? Ничего плохого не вижу в этом. Механик. Ты пойдешь штукатурить стены? Нет. Тогда подождите, я и вас все-таки спрашиваю, почему такое категоричное нет? А потому что я считаю, что женщина все-таки должна быть женщиной в первую очередь. Потому что штукатурить стены, ну наверное все-таки там удел мужчин, таскать ведра с цементом, с песком. Пусть лучше женщина работает в индустрии красоты, пусть она будет врачом, пусть она будет, ну кем угодно, только не таскает на себе вот эту всю груду тяжести. Я не хочу мужской профессии. Ну какую, например, игрущику? Нет. Пилот, допустим. Вот очень много женщин хотели бы на пилота пойти. Ну нет, нет. Это вот, если по мне, так по моей душе нет. Я только женская профессия. За женскую профессию. Бухгалтер, продавец, может быть, но там все, что связано с этим, маникюр и все такое, это нет. А скажите, пожалуйста, женские виды спорта бы какие-нибудь выбрали, занимались бы? Нет, нет, я знаю, что в этом году включили, да, в художественную гимнастику, в олимпиаду. Нет. Я думаю, что приятнее смотреть все-таки именно так, на женщин, когда там. Пилот, отличная профессия, да. Можно водить самолеты, это замечательно, да. С удовольствием какими-то, с самого уже была бы, воспользовалась. Почему нет? А мужские виды спорта? Я за равноправой. Так что я приветствую все это. Сегодня и завтра местами по Ростовской области жара 40-41 градус. Такое предупреждение выдал ростовский гидромедцентр. Но наш метеокор Иван Полехин успокаивает. В Ростове до такого не дойдет. Пусть и всего на пару градусов. Ростовщане, всем огромный понедельничный привет. Ну что, знаете, какой сегодня праздник, 2 августа. Ну, конечно же, я знаю, что сегодня день воздушно-десантных войск. И, конечно, всю воздушную пехоту нашей огромной страны поздравляю. Но еще сегодня один из самых известных дней народного календаря. Ильин день. Наши предки говорили, придет Илья, принесет гнилья. Речь, конечно же, о цветении воды. И о том, что лето с этого дня должно, по крайней мере, пойти на убыль. А еще на Илью ждали так называемых воробьиных ночей. Ну, имелось в виду, что будет ливень, гром, молния. И птицы будут летать, в общем, во все стороны. В общем, будет не очень хорошая погода. Но, судя по жаре, которая стоит на улице, и по прогнозам синоптиков, Илья пока до Ростова не добрался. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А самая, наверное, известная примета этого дня, то что после Ильи нельзя купаться в водоемах. Думаю, все знают по какой причине. Упоминать ее здесь мы не будем. Но это все приметы, конечно. Купаться при таких температурах не только можно, но и нужно. Вот, к примеру, во вторник на уличных термометрах, которые висят в тени, мы увидим 37-38 градусов со знаком плюс, естественно. Ветер западный тоже, само собой, горячий, будет дуть со скоростью 4 метра в секунду. К ночи температура опустится на 11 градусов, плюс 26. Уже можно жить. Хотя для темного времени суток и это многовато. Так что купайтесь, загорайте, но с соблюдением всех правил безопасности и только на официальных пляжах. Что ж, таким был Ростов сегодня. А каким он будет завтра, смотрите на Первом Ростовском, завтра же в 19.00. Наши новости можно найти на сайте 1Rostov.tv во всех соцсетях. Присылайте свои идеи, наблюдения, фото и видео на WhatsApp и Viber. Вся информация и контакты на сайте. В студии были Рубен Данов и Алина Николаева. До встречи завтра. Всего доброго. Одежда ведущим предоставлена магазином «Манго». Редактор субтитров А.Семкин